Братья и сестры, а что вы там так столпились-то? Ну сюда кто-то присядьте, вы что боитесь, сошли? Это в сон не кусается! Давайте помолимся! Дарю небесный, утешитель души истинный, И же бездельцы, и вся исполняя сокровие, Ищем лаги, и жизни подателю, Приди все весяны, и очисти мы от всяких скверны, И спаси блажей души наши! Господи, благослови наше занятие по слову Твоему! Не допусти нам уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания смысла, Сохрани нас в любви, духа, другу, согласия и единомыслия! Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Аминь! Евангелие от Матфея, седьмая глава, первый стих! Матфея, седьмая глава! Не судите, да не судимы будете! Толкование! Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать, Потому что укорение и выговор служат к пользе, А осуждение клонится к обиде и унижению, Особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, Поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи, За которые будет судить Бог! А если я хочу добра человеку, укоряю его, Выговариваю ему, а он обижается, Как я, получается, служу тогда, я же его обижаю, Как вот эту вот грань разделить между обличением и осуждением? Уже не раз мы говорили на это Можно? Да Ну тут уже из-за другого человека ты не можешь сказать, Обижается или не обижается, Ну ты высказал, так ты приди, А дальше уже сам человек уменьшает, Как быть? Ты хоть зауговаривайся, когда человек обидчивый, Были же у нас такие, Ничего с ними не сделаешь То есть на это внимание нужно, не нужно обращать Ты наверно высказал свое мнение и сказал А без конца вот так долбать и долбать, это мне кажется Мне кажется, здесь надо идти путем тем же, Которым мы сейчас пошли То есть прочитали Священное Писание И теперь местом Священного Писания нужно ответить на этот вопрос Вот один из, их несколько, конечно, можно разные места Писания назвать Я бы сейчас спросил, кто из вас может назвать к этому месту какое-нибудь местописание Для объяснения всего того, что прочитали мы Не суди, да не суди будешь Ну какое местописание? Вот самое легкое, вот я подобрал для себя Как вот прям пятиклассник может быть Что возлюби ближнего, как в самом себе И пока ходить, что вы с вами поступали, так и вы поступайте Подходит тоже сюда Тоже неплохое местописание Ну поясни Вот к этому месту Не судите и не судимы будете То есть, если ты осуждаешь кого-то То, значит, после тебя могут осудить в чем-либо На суде Господь тебя плохо судит за то, что ты обвинял людей Либо как хотите, чтобы сами поступали, так и вы поступайте То есть, если ты не хочешь, чтобы тебя судили, осуждали Чтобы о тебе говорили плохо за твоей спиной То и ты тогда не будь таким же, не подавляйся им Ну, в общем, можно принять? Нет, тут, Вань, тут не за спиной Но это дай другую Тут, нет, это пояснение уже Тут как бы себе, нет Тут мы сейчас ищем местописания, которые различают укорение и осуждение Ты сейчас говорил про осуждение, про то, что обижает человека А здесь толкованием говорит Господь запрещает не укорять и выговаривать То есть, он не запрещает судить То есть, судить и укорять и выговаривать Это очень похожие вещи И нам нужно разобраться В каком случае мы судим, грешим А в каком случае выговариваем и осуждать Потому что укорение и выговор служат к пользе К пользе к ближнему и к твоей пользе А осуждение клонится к обиде и унижению То есть, ты унижаешь тем самым человека И превозвышаешься, естественно, сам над ним А почему ты впереди превозвышаешься, когда ты про свои грехи забываешь Учишь не красть, а сам крадешь Учишь не пить, а сам выпиваешь Как это фарисеи делают Господь говорит По делам их не поступать Ибо они говорят и не делают Учат-то они правильно все И вот подумаю еще, какое местописание говорит об обречении Да Хочешь уточить щепку из глаза брата А переносами замечаешь Из глаза брата Да Как раз следующий стиль Молодец Это в продолжение, да, идет Там уже и пояснение Ну вот если согрешил по тебе брат, то выговори ему Да Это не запрещено Если покаяться, значит приобрелся брат После твоего ребенка Можно же еще и не только сразу Сразу брата выговаривать А есть же еще и совет Если ты что-то не понимаешь Можно совет спросить просто Даже у того же брата Или у кого-то старшего Спросить совет Ну что это То есть не торопиться с выводами Вот с сестрой у нас будут тут вопросы Я задал вопросы ее сыне Ну с дочерью Где они, да почему они не ходят Она сразу А вы что тут судите? Вы что? Ты что тут судить собрался что ли? Вот судить? Ну можно было не торопиться С этим Ну ранее С этим таким вопросом Судите там, не судите Действитесь Просто совет был Совет был Совет Почему нету братьев 4 месяца в общине? Простой вопрос Задан вопрос Нужно просто ответить Почему нет и все Там они не хотят больше Знаться Они больше не хотят Ходить в эту общину Или Они очень далеко уехали Их просто нету Ну другой уже вопрос Все А то сразу Вы их судите Подождите Еще ничего не наступило Говорится Дня битвы нету А ты уже испугался И закопался в могилу Ну вы что так Сразу сдаваться-то Хоть повоюйте немножко Еще даже обличений никаких не было Уже все умерли От страху Почему? Вот у нас как-то уходят И не попрощавшись Всегда Не извинившись Да По-человечески Почти всегда Уходили бы А то Вот поехали И все Вот именно всегда так Поэтому Когда человека нету Болга Можно предположить Что человек просто Не хочет с нами Это называется ненависть Я не хочу тебя видеть Это На русский язык переводится Ненависть Ненависть Не вижу человека Не видеть От слова видеть Не весть тебя Не весть Не ведаю Кто ты там Где там Что ты Праволисты А раз Я не могу Все время Нужно приходить туда Так мне просто Надо не приходить И все Я тебя не вижу И ты мне не нужен Вот и все Закончилось А это А это вот Как раз отсюда И зависит Осуждение То есть Оказывается Что не я Я осудил А меня уже Осудили Не хотят со мной Знаться Вот в чем дело И Христос Об этом и говорит Здесь С фарисеем Вот здесь Он говорит Прекровенно К фарисеям А никто даже Не видит это А если вы Это же продолжение Все Али С миром Ну что Доехал Ну и еще одно место Сейчас посмотрю Вспомнилось Об обличении Чтобы различить Обличение Осуждение Так же сказано В одном случае Не обличай А в другом случае Обличай Не обличай Кощунника Ибо Наживешь Спитной себе Но обличи Мудрого И он станет Еще мудрее А откуда я знаю Что там передо мной Кощунник он Или мудрый А вот когда ты Обличишь Вот тогда и Выяснится Если он будет тебе Говорить Не судить Да не судим будет Значит он Кощунник И не принимает Твое обличение Не принимает Твоей любви Чтобы исправиться А если он Даже если Ты его несправедливо Обличил И он поцелует Тебя за намерение Говорит Да нет Что я тебе показал Но я тебе благодарю Что ты Заботишься О моей душе Сереж Что-то со святой Не связано Кощенство Не просто С отвлечением Плохо что-то сделал А именно Что-то отношение Богу Церкви Насмешка Насмешка Да Вот еще С одной стороны Кощунник А на противоположном Мудрый Ну это не святотатство Кощунство Нет Это другого Кощунство В том смысле Он как бы Как синоним Глупого Ну если там Мудрый А Обличает Там Запятая А То есть Значит На тропах То есть Кощунник Да Это Больше чем Глупый То есть Это там Приукрашиваем Настолько глупый Что он О нем заботится О его душе Он не принимает То есть Он вообще Какой-то Кощунник Да еще И может Насмехаться Но раз пятно На себе Наживешь То есть Он тебе В ответ Так может Да пошел ты Со своими обличениями За собой сиди Еще и Еще и Оглевещет тебя Вот святош Он нашел Да я за ним Такое знаю Такое Он тебя наплетит Ты сам Про себя Умейте быстро Выражать мысл Сильно разбавлено У вас Столько воды Ты коротко объясни Значение слово Обличать Напиши Обличать Что оно означает О чем напоминает Сначала Слово проникнуть А потом Его расширить И дальше Бегаться вперед А в одно и то же На две стороны Обличать Время тратить Очень много Трудно смотрятся Вот эти занятия Несколько замечаний Уже было Здесь да или нет Обличать Что означает Снять личину Открыть истинное лицо Да Корень такой Показать Показать Состоящее лицо Лиг Человека Лиг Не брать Ничего Обличать Вот все Сейчас пришли Не могу Затащить сюда На занятия Свои Верующие Из храма А это не надо Отстоял столбом С церковью Все До следующей службы Ну к Богу Ты придешь Пустой Любви Так Слово Божию Нету Я сейчас Обличаю Туда сбились Хучу Надежда Сильно там Блокирует Буквально Ребенок Память не есть Захотел Да он может Здесь есть Сидеть Раз в год Приходят И не затащишь А занятий Вообще Там нету Я показываю Вы безбожники Любви К Христу Нету Ничего нету Все пустое Нравственность Вот это Как это там Обличается Притворяющее время Фильм то Показан где Он на нравственности Толкует Один только Встал доктор Этот богословий И говорит Без Христа Зачем он на нравственности Люди Которые нравственности Живут Детей учат Быть культурными Ну все как есть Но не Богу учат Они убийцы своих детей Он никуда Он выходит Он все знает А там еще не надо Его сразу рвут на счастье Он должен уметь Сдащи дать Другому голову свернуть Если Бога То нет Выживает сильнейший А не культурный Пока Не вынырнут Ленина Сталина Гитлера Когда говорит Совесть Гитлер прямо сказал Это еврейская выдумка Что значит совесть По совести Вообще ничего не надо делать нам Как бы не обидеть Как бы не взглянуть Вот это обречение Ради Христа Ради того что Христос сказал Начинается то что ребенок своровал Он начинает ему толковать Нельзя это нельзя Ну и что нельзя Ты скажи Христос тебя создал Он дал заповеди По ним надо жить Ты Христа Обижаешь Что тебе надо Вот я тебе даю Во имя Христа Ребенок сразу другой делается Не завтра Сегодня А это ему хоть сколько толки Никакая разница Ему надо вытащить Работать не любит Значит будет воровать Ребенка приючись работать Чтобы он хлеб себе зарабатывал И мать прокормил Все поехали Матфея 7 глава 2 по 5 стихи Ибо каким судом судите Таким будете судимы И какую меру мерите Такую и вам будут мерить И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего А бревна в твоем глазе не чувствуешь Или как скажешь брату твоему Да я выну сучок из глаза твоего А вот в твоем глазе бревно Лицемер Вынь прежде бревно из твоего глаза И тогда увидишь Как вынуть сучок из глаза брата твоего Толкование Кто хочет укорять других Тот сам должен быть беспорочен Ибо если он имея в своем глазу бревно То есть имея тяжкий грех Будет укорять другого имеющего сучок То сделает его бесстыдным Потому что тот обидевшись Станет так же укорять его самого И таким образом впадет в грех осуждения Впрочем Господь показывает Что великий грешник И не может хорошо видеть грех брата своего Ибо как он имея бревно в глазе Увидит другого легко уязвленного Кто привык за чужими грехами подглядывать Тот своих не замечает И в этом бревно греховное Ну здесь сказано Как ты у тебя бревно в глазу Как ты можешь видеть Свои грехи не видишь Потому что за чужими подглядываешь Немножко не согласен с этим толкованием Тут Господь и говорит Вынь прежде сначала То есть свой грех очистить С себя начни С себя Осуждать других очень легко Тот не так сделал Так не так сказал Тот не так сказал Есть еще такое выражение Я не знаю чье оно Но я вот Игнатия часто слышу Обида не христианское чувство То есть христианин Если ему выговаривают Если ему выговаривают О его грехах Он должен поблагодарить Поцелуй за намерение Даже если нет за тобой этого Должен увидеть Укоряющим тебя человеке Благодетеля То есть обличай мудрого И он станет еще И он будет благодарить тебя То есть христиане они мудрые Они должны Не обижаться Когда на их грехи указывают Все мы грешны Единый Христос свят И Господь призывает Будьте святы Как я свят Апостол Павел говорит Подражайте мне Как я Христу А что он сам себя выгораживает Других осудил Самый святой такой Да нет Призывает к святости К очищению от грехов А как Помним Кровь Иисуса Христа Очищает нас От всякого греха 1 Иоанна 1.7 Но впереди Там еще Условия Если ходим Во свете Как он во свете Во свете Библии Во свете Слова Его И имеем общение С друг другом Вот когда мы общаемся Тогда и обличаем друг друга Без общения как Все все молчат Кто кто как Никто ничего И все думают Что все святые С ангелочками Когда начнешь общаться Так уже И заискрило В отношениях Уже И там Обиделся И все И пошел Обличение Разного рода бывает Бывает духовное обличение Бывает просто Как упрек Или что-то Не понравилось Обличение Это я думаю С духом Вудрости Должно делиться А просто Иначе это будет Осуждение Или упрек Ну вот Тоже вот еще Сестра говорит Братья Если впадет человек В какое согрешение Вы духовные Исправляйте Такового В духе кротости Наблюдая Каждое с собой Чтобы не быть искушенным Тоже Очень Близко К этому местописание И Игорь Нашему брату Такое Замечание Делают Ну как-то ты Не в духе кротости Как дашь 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 Это самошь Ну вот Ну а Есть другое местописание А иных Страхом спасайте То есть Ему пока не врежешь По Как говорится По первое число Он Ну Ожесточенное сердце А когда его продерешь Тогда он Вроде Содрогнется Страхом спасать То есть Напугать надо человека Он бесстрашно Он много не боится Брешит И все А то туда Обижается Так ты меня Онка А написано Ты должен Меня с любовью Обличать А страхом Это не Игнать Тихоневич Ясно говорит А как же Иоанн Креститель Обличал этих фарисеев Вот так С любовью Орней Пу рожденья Хиди На И� Кто Лучше Обижать От будущего Гнева А yey Так же Он говорил С огнем как из автомата вы нельзя же посмотреть какой человек это конечно уже совсем когда человек падает может потрясти надо но не всегда же говорится о том что надо кричать и всякое еще можете назвать это правильно кротость она не такая люди тоже здесь собрались ты совсем дошедшие до ручки а если скажешь например на такого человека молчите не смейте меня осуждать это что такое кого-то из его близких я должен сам сейчас бы слушать не трогайте вот так вот это как да тут еще есть до гневливости есть еще такое понятие излишняя ревность по богу из излишне эмоционально говорить так что человек думает что он его хочет унизить или оскорбить хотя на самом деле тут тоже сложно отобраться брат он хочет помочь вот и на тихо не скажет вот несколько слов стыдно сразу становится правильно же вот он как-то правильно когда берет слова скажи даже не напрямую скажи да и уже стыдно надо вот так что он безукоризненный тут и причина такая хочешь других укорять будь сам безукоризненный брат хочет укорять а ему ответ от из на себя посмотреть это тоже нету вот этой вот безукоризненности может быть просто спокойно надо говорить вот еще есть место из библии гневаясь не согрешайте матфея 7 глава 6 стих не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не поправили его ногами своими и обратившись не растерзали вас толкование с и неверные а свиньи хотя но ведущие жизни чистую и так не должно высказывать тайн о христе неверным не светлых и жемчужных слов богословия не чистым потому что те как свиньи попирают или презирают то что им говорят а псы обратясь терзают вас как поступают так называемые философы ибо коль скоро услышат что распялся бог они начинают терзать нас своими умствованиями говорят что это невозможно и в своем высокоумии взнося хул и на вышли очень часто это бывает вот я слышу когда пытаются людям которые далеки от веры что-то рассказать о причастие от тела и крови христова что-то объяснить я вот такой у брата слышал на улице он пытался одному мужчине доказать что такое тело и кровь христова а он стоит у неверующий ему конечно начал над этим посмеиваться то есть вот это вот как раз-то на крыму относятся такие вещи не надо затрагивать о таинствах только о христе говорить больше ничего не надо да я тоже имел беседу с одним сектантом не то баптист не то 50 не честно помню тоже как раз вот эту тему затронули я бы они верят что они едят хлеб и вино то есть мы православные верим что мы пьем кровь едим тело так прям задают еще действительно веришь увидишь тела я говорю сам же христос канал едите сие есть тело моё неужели христос надо солгать что веришь что есть тело но видно что неверующие он еще много как бы насмехается надо мной да не верит написанному священном писании или перетолковывает по-своему хлеб остается хлебом вино остается вино а мы верим вот здесь это и разделяется и когда господь говорил что без этого не будете иметь себе жизни многие соблазнились тогда и ушли это кровь тело что-то понесло а остальные сказать куда нам идти у тебя глаголы вечной жизни также и здесь вот здесь и свиньи и псы с животными сравниваются люди неверные и неверующие вот здесь здесь как раз говорить не давать и святыни псам и не бросайте жемчугов вашего перед свиньями и свиньями то не 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 неверующие здесь растолковано свиньи это люди верующие но живущие нечисто во грехах это так называемые номинальные христиане которые ходят храм исповедуются посещают и при этом живут по грехам блуде могут же там завода воровать все неверующие неверующие свиньях но да тут конкретно двоих порой мы-то привыкли что с неверующими не надо ничего ну да это правильно совершенно ничего им говорить они все равно не примут там пошли тебя подальше а тут еще и свиньям не надо свинья кажется да это наши лжебратья так скажем им не нужно вот этих вот почему они обрать даже обратившись не растерзали вас как мы не просто там свинья там подошла тебя схватила там зубами а здесь именно умствование то есть они начнут вот это колоброди . многие богословы батюшки как начнут от себя тяну какую-то городе ты думаешь господи до куда же он хватался любой грех выгоду замажут это блаженство последние кому-то вот это гонит вас семена и кара гонит вас за меня ради так они знали и пророков дальше написано бывших прежде вас то есть а кто кто это гнали пророков кто гнал то неверующий что ли нет свои гнали то есть он говорит как раз фарисеек собаке всех иудеях кто не принял его учения здравого отца его их отца тоже вот как бога отца и вообще можно и вообще вот это вот все все здесь говорится об осуждении и так далее перед этим если мы будем читать о чем тут значит начинается вообще все он и христос как бы все это говорит об истинно верующих людях а где перед кем он говорит это все перед иудеями тут нету язычников никаких то есть все что он говорит это он говорит к братьям иудеям тут надо конкретно понимать что к неверующим тут вообще нету никакого разговора они верующих только верующих как сложно нам с вами и в то же время немножко легко когда особенно мы благовествуем то когда вы благовествуем я не знаю как у вас я благовествую как будто люди вообще не верующие все у меня такое чувство всегда как будто они вообще не знают бога иначе если бы они увидели меня с евангелием они вы подскакивали брат давай мы вместе будет благовествовать где-то столько евангелия давай будем раздавать ни одного кроме вот этого который стоял то там на углу давай горит это мне побольше чуть заплатите немножко ведь я вам все пораздаю ради денег ради денег когда он и нищие понимаешь но некоторые это благодарят подходит единицы попадаются которые верующие говорят что молодцы я вот прошлое воскресенье редко раздаю евангелие женщинами то я уже 30 лет христа проповедую в платке такая женщина благочестивого вида такой надо же и начала говорить и начинает вопрос мне иеговистки про христа что он творение при этом называет себя в мусульманкой и 30 лет проповедуют христа я когда пока вы мусульманка ну и в смысле я родилась там мусульманской вот в голове такой винегрели ты читайте библию читайте библию это захват и люди нахватались называется номинальные как ты правильно сказал христиан во церковь лена и где было написано же я и отец одно почему вы разделяете что это ересь арии его церковь осудила то что он христа творением называл что это первый ангел на гиппе христос это вот иеговистку вот эту вот охрану михаил там и так далее все читайте библию читать там заводом газу читайте библию они сектанты привыкли видеть у нас темных таких людей которые кроме крестных ходов мироточения мечу и не раз иду поклоняемся тут чего вы хотите честно взять анализы это такие слабенькие одна онкология евангелие матфея 7 глава 7 8 простите и дано будет просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам и во всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят толкование выше заповедовал нам нечто великое и трудное а здесь показывает как сие может быть выполняема а именно посредством непрестанной молитвы не сказал просите один раз но просите то есть непрестанно потом подтверждает слова своих примером человеческим как бы так говорят кто усердно ищет чего-либо тот обыкновенно находит искомое и кто стоя у дверей непрестанно стучится в них и дожидается с терпением тому когда-нибудь непременно отворят так думай и о духовном прошении если тебе кажется что как-то не 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 судить ну как и вот есть такой человек у тебя одни могу не осудить вот опять я судила на исповеди часто но кто тебя заставлял вот как-то вот так получилось и вот господь говорит кажется это трудная заповедь не судите да не судим однако в молитву можно много выпросить и мы в каждый пост мой сюда имел зритель свои прегрешения не осуждать брата моего а сейчас эту молитву и такой непоследний тоже считает она у меня как зарядила посадили не грех это потому что часто скатываемся вот это можно на в 2004 году было это событие в весла не были 2004 или 2003 4 4 помните там погибло 200 270 человек школе когда заперли и там бомбы подвесили на этом все а я как раз был все это было где-то начало учебного года я приезжаю в тайге но и спрашивают а мария тоже нам не говорит у нас последние занятия были и мы там прям про прокляли этих там боевиков там террористов они сколько людей убили как так пока или да прям их надо там расстрелять там такое все я начал с ней говорить что там все сами там разговоры вели они на разговаривались и раз детей поубивали а детей там много убили они взрывчатыми судьбы так в перестрелках тоже издевались там пить не давали там есть мы так далее и вот в таких трудных моментах и познается все наше отношение к заповедям христовым к христу как мы это воспримется и даже в этом случае нельзя осудить то есть человек каждый пришел для того господь говорит чтобы каждый пришел в разум и наследовал царство небесное а в разум можно прийти до тех пор пока ты живой вот так но сегодня мы это как раз и слышали сестра нам рассказывал о своем муже какими-то сложнейшими путями но кто-то приходит кому-то повезло кто-то приходит юного возраста кто-то приходит средние года ну а кто-то под самый занавес жизни кажется последний вагон уходящего поезда еще и под на последнюю полку еще около туалета тому что в сам туалет попал но однако мы видим что нас вокруг ты идет вокруг такое движение но повезло ему еще и с женой конечно чё там говорит ну а жене в чем повезло что она в раньше увеков вернул и у нас такая крепкая дружная община потому что все это молитвы и не только молитвы но и делами помощь а он то это тоже все видит человек и это все-таки повлияло как свидетельствует его супруга мы будем считать что так она есть пока что я не думаю что у кого-то какие-то и сомнения в этом тем более наш батюшка был исповедовал защищал 9 стих если между вами какой человек который когда сынного попросит у него хлеба подал бы мухами и когда попросит рыбы подал бы ему змею толкование представляя в пример то как и чего дети с успехом выпрашивают у своих родителей господь учит нас что и у отца небесного должно также просить постоянно и только полезного вы сами говорит видите как наши дети просят у вас полезного на примере хлеба рыбы и в том случае когда они просят именно полезного вы даете им противного же тому не даете хотя и просят так точно и вы ищите духовного а не плотского 11 стих и так если вы будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим то тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него просящих сящим просящим у него толкование называет людей злыми по сравнению их с богом так как природа наша как создание божия добра только по собственной воле мы стали лукавыми и остаемся лукавыми вопреки неизреченной божьей благостыне благостыне теперь переведи на сегодняшнее время отец отцы так и сябсты я там тоже отец и что они дают вместо живого слова собрали что сегодня разбираем акафист дальше про достоевского собрали следующий раз занять идут пушкина это что это хлеб это даже вам ведь не прочитай посмотри ты отец отец у тебя просят хлеба задают вопрос мне человек говорит как ему сначала передать евангелие сначала рассказать что я потом евангелие так а бывает что трудно это кому трудно рядом дети были и христос для них детскую библию не писал одни и те же слова для всех были так аминь конечно почему а это в душе телом ребенок возрастает а духовно он может такое сказать амбросию быть епископом никто не может решить а дети закричали все решили у сами детей говорит истина не могут решить кого избирать в епископы и ребенок закричал избранничество амбросии епископ него избрали епископ и голосует не могут решить ребенок закричал все руки опустили почему ему неповрежденным зрением видно что в нем есть настоящему в будущем ребенок благословен грядущий во имя господья царь израилев так что интересно почему люди не верят потому что это нельзя сделать ребенок маленький бывает изучать языки быстро изучает вот это девочка марина которая выступает бородино рассказывает и все как она рассказывает а ты заставь ее перекреститься она не сможет она будет мотать вот так и ничего не сделает а поклониться на такие талантливые дети были привозили родители буквально день пройдет она перекрестить опять не может а почему другой дух а то мирское они говорят по-мирски как и мир слушает их вот надо найти этот ответ почему так один тянется кругу другой нет много значит молитва родителей вместе с ними они так я не успела я пока мужу готов для вы там идите помолитесь чего ребенок помолиться вот хорошо описывает это спиридон миссионер кисляков мать ягод хулиганист был такой там лет 5 до моя а мама в слезах молится ничего не могу сделать с ним он вот такой растет хулиган у меня мать плачет а ягод заплачу рядом с ней на колени вот так и теперь когда он благословлял был полковым священником люди погибали теперь он вышел к народу и кается скольких людей я погубил на войну толкал что я делал невероятно а неужели такие есть благо у меня ролик стоит ролик насчитан они все туда лезут наоборот сами вот он увидел это все и все стал говорить я убийца я людей посылал что за царя батюшку теперь не царя батюшки эти людей этих нету и там сумасшедшие офицеры его откровения когда он ему все это казалось и насчитал никита но меня попросил сергей парализованный пересчитать самому и теперь все это разбавило о чем он говорит там вот он стреляет вот он виде черта лезет этот кайзер на нас вот я его вижу как но в это время все картинка показывает как называется кого видите вот это сейчас прочитали хлеба да это про нас написано в храм ходят с удовольствием храм ходят слушать не хотят под разными причинами спрашивает как ролик называется начитанный ролик как называется там про больно откровение кажется сумасшедшего офицера офицер на против вот мы говорит здесь гнием мороз пристывает ноги уйти из окопа нельзя а вот газ идет газом не дали вещам защитить тысячи трупов лежит это что такое он все это видит теперь я опять отступает бог поняла что если ты бога любишь то тебе уже ничего этого не надо ты ничего не будешь страшиться повторяю что такое страх это решение помощи от рассудка соломон говорит человек не соображает меня преследует но там они преследования чем заканчивается горем а как нужно нужно так я богу доверился он сказал иди за мною а куда куда идет он на фавор на голгофу ученики то разбежались так плакал петр то горько как не просто так люди которые идут вот девочки вера надежда любовь это мы так привыкли говорить но это девчонки 8 9 там 12 лет больше нету и пишут что там как их резали что отрезали они что бросали железом прижигают или режут ремни отдирает от кожи это со стела как она могла последний уже меньше уговорит она императору и говорит мы из одних книг учились она ничего не сказала мать меня одна родила с одних книг а семь сыновей маковейских 2 маковейская книга 7 глава ты прочитай ее содрогнись это такие же были дети которых любили матери почему они полюбили бога возлюбили бога я ради бога вот теперь все стало на место я это говорю а если ты прячешься с тебя никто не будет никогда признавать ничего нет ты сегодня умри никто не коснется зачем ты нужен может быть кого-то там где-то кормил родные и близкие вспомнят а так для бога если ты жил сразу понимает и а стефани был плач пилить и по их слезам бог дал другого павла это должно заговорить с нами слово живо и действенно она действует сегодня не вчера только вот представь 56 лет назад я убернул сколько раз я прочитал во ферме сколько недель я сидела 56 недель в году 56 раз я прочитал новый завет как мне его не знать-то салтырь каждые два дня его прочитал от начала до конца и каждый день там папе допустим по три тысячи поклонов каждый день и все это знали мест крещали и стучали мы на суд идем скажите батюшки чтоб помолился я попался с такими они там восьмером там какую-то девку залучили там кто-то счет съеден но пацанята прокурор такую запросил сумму на всех а едут оттуда отец батюшка нам совсем понемногу дали по 6 лет только молились при том я их не заставлял я молюсь и не вижу ночью так говорят вчера 7 человек сзади стояли молились ночью с вами вместе можно мы станем я рассказываю когда вот сидел глеб япония 7 лет зоя крахмальникова александр огородников которые отбывали не за плохие дела они даже не слышали такое это отец димитрий дудков сидит и сидит здесь другое открывает карбушку там и кричит там пупков здесь он пока собирается порядок репожек кормушка так откидываться потом захлопнуть и куда еду дают а а в это время пока он сладится школьки скрывать от второго этажа я успеваю с ним поговорить ну вот он подошел я попал да подождите я с ним говорю он уже и забыл зачем пришел а идут из своего магазина тюремного то стоит что-то в руками шевелит вот вот такой вот кусок сыр вытаскивает и мне раз на кормушку от тебя дед он домой купил и забыл куда несет все отдал благовещение наступило благовещение 7 утра будет 6 подъем 7 будет завтра а они в 6 пришли блюдо такое принесли селедку вареную в нашу камеру мне сегодня же благовещение вы же нам говорили так мы там которые вытаянно от охраны все это сделали вам принесли целая рыба то обозреть нельзя дают что-то и обязательно сверху положить отец этого вам это бог делать я не нуждался и просил люди вы когда вот ночью там молились вы же про себя молились они семеро просто так стояли думали мы тоже мысленно молились как-то они же там разговаривают там дует табак камеры 75 человек из них 74 курят там вот так вот смотришь так и видно лицо колышется вот я пришел в камеру оставит курить перестали так а подходит к решетке в решетку дует один заходит и заходит мать перематимал а я молюсь но я слышу чего-то так так мужик ты свое подело прикуси а что ты видишь батюшка молится а он уже 6 1 сидит его же не остановить остановился не материться больше они заступаются за тебя от учетом с бой сделает похорон и там изнасилует а ты тушат ничего я не видел этого даже не видел в камере это у нас не было это бог это полное доверие когда богу и бог тебя как на руках несет я хвалюсь моим богом я вам могу называть и просто очень наш а бой отец небесный он у нас за меня сына своего отдал пошел вот и 7 глава 12 и так во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними ибо в этом законы пророки толкования здесь показывает нам кратчайший путь добродетели так как мы как люди по себе знаем что должны делать другим так если хочешь чтобы тебе было благотворили сам благотвори если хочешь чтобы тебя любили враги люби сам врагов если хочешь чтобы тебе никто не досаждал не досаждай и ты никому если хочешь чтобы тебя все любили и ты люби всех вообще чего не любишь сам того не делает другим всем случае и закон божий и пророки говорят тоже что повелевает нам и закон естественный ваня еще самом начале сказал это я тебе правильно он говорит это тоже суда придет это очень хорошо как хотите с вами поступали давайте дальше рассудим я хочу быть спасенным а почему я думал вам не должен желать почему говорю не просто или слышать а слышаньде а слышанье от словабожие нет побасена не о того что мне там прочитает акк relating вера слышание а слова comm hated слова очень называю ли а только святая библия другого на другая книга не слова божие варения зла то у нас так и называется видим которые каноны вселенские соборы а это слово Божие священное писание святая библия три названия я хочу спастись а как люди свидетельствовали о христе но и другим теперь и дениси священник исповедует а еще исповедуется блуд и воровство одни ворует а другие гоняются за ними ловят вся страна на этом стоит вопрос можно вы хотели бы чтобы вас люди не судили это полезно судить полезно конечно ну вот а вот ваня он приводит и если вы хотите чтобы вас не судили то и сами не судите я вот этим не согласен я этого не хочу но это есть я это принимаю почему знали меня будут знать и вас можно изгнать за правду ради что велика ваша награда на небесах это награда для нас вот сейчас это где нина то нет если здесь вот вот представь себе она подходит к этому к воде славу понище епископу благословить и он ее благословляет она говорит я та самая женщина в клочках которую храм не пускают и она стоит и ноги у нее через снег до земли пробырзают уже который год стоит ненависть такая злодеи и он поддерживает понище его фамилия поддерживает тамошнего отец и как теперь на спиридон страшные невежды злобные люди женщина которая ничего не говорила никому приехала на родину и живет около храма и храм не запускают а храм то полупустой 6 человек приходит а чем это связано так связано это с тем что бога не знают он ее благословил потому что ребреха ребрешинский район села клочки на его ему как бы подчиняются не напрямую митрополиту и она говорит я самая женщина которая не запускает храм вот учеба я так это вы за нее ходатайся метрополит местный и серги благословляю что выходил а он не пускает и все но это на митропольную день два-три минут храм приходит и не пускает она кола храма стоит летом на жару на дождь в мороз она стоит который вот это нет нигде в россии может быть такого так я та самая женщина вот она сейчас рассказывала сегодня и он говорит на нее смотрит он благословил я почувствовал такая благодать у меня от прямо отвернулся и пошел отвернулся и пошел что украина оттуда заслали понище нам с этой там забьявала в отовсюду приезжали священники с метрополитом сергию он сразу всех вы нас ли поедете будете иметь дело вышвырну это зверь хищный зверь и нам ты назови своими именами вещи человеку разве это свойственно иметь такую злобу когда ни разу не встречался а теперь приглашает а в воде сказать не приглашает это в интернете говорят ни одного у нас не было торжества это два раза 16 сентября престольный праздник и в мае день деревни и каждый раз батюшка ему посылает пригласительное самое то главное то есть ложь стопроцентная ложь не было случая что батюшка не приглашал и по даже то некогда было то уехал то что то есть все во лжи а ложь от дьявола кому служит от человек пристать устанавливалась связь эти священники приезжают вместе с митрополитом приехали с максимом сергием он все отрезал сразу какая-то вера то это не мусульмане у кого этого нету чтобы друг на друга на травлю летает там друг один за одного назови вещи своими именами то и он это узнал что я не так отзываюсь и еще не надо трогать это я вывод разнесет на плачке у вас ничего не будет только приехал и он майдан здесь устраивать первые минуты это в народе в этом украина то никогда самостоятельно не было она то по турецким и гонта под польским то еще где-то жириновский выступал языка то нету это язык то русский язык они выисковетка русский язык а почему-то они столетиями в плену где-то были жириновский-то умница он все по счастьям разложил и они никогда не были самостоятельными мазепа там родился и предал его закон какую медаль то исковал и первая медаль мазепи заочно а это мы один народ это не два народа киев мать всех городов киев не петербург и москва и вот сейчас было у нас сестра сегодня не на она рассказывает что мы нужно делать а вот представь себе у нас которые люди были ушли их там приласкали но молодцы что вы пришли там а вот будь там такие понище ни один бы никуда не ушел он бы всех вернул и оказывается он на благо на благо он гонит он загоняет обратно этих овечек туда ему ни один не уйдет он нас страшно стоит он всех возвращает к нам обратно в общину еще смеешься то эти послужение на на хотя патриот и мотивность вот сегодня молились за третяковых опять а как молиться то они и там и акелину и вы я не знаю как и поливарию я с ним не разговаривал сказать ничего не могу не знаю так уже пятый месяц пошел никто ничего не знает никто ничего не знает но сказали а что думать я думаю так он даже батюшки ответил я в другом регионе это где-то с кем-то встретился из священников я так понимаю патриархийных ну и рассказал так что уже на отбой ребятишек возрасту не уже больше 30 то есть 42 42 года а 42 теперь учится в семинарии 3 курсом сдает то что тебе надо тебя сейчас рука положит потом закончен откуда ты отсюда игнатий и должен сейчас дать обещание никогда встречаться не будешь и возвращаться не будешь все он будет поп но какой поп кастрированный у них его родить не сможет ему отрезали он здесь родился здесь крестился здесь женился здесь вещался здесь его дети крещены а это нипочем все иудина дело сделано но отвечать будет не только он на кто к этому подбивал я переписываю с одним кажется саша его звать уже давно забыл вида с украины хороший мальчик так и он прилепился тогда не было интернета письма мы переписывались он в армии служит вернулся со священником говорит он настоящий верующий и он узнал священник что он со мной знают ему сразу слова поставили никогда и встречи ни одного письма ничего нету они его оторвали а я даже не знаю саша саша пишу ничего нету писем наверно уехал а он в это время я не знаю как только потом его знали он на это дело по дворам после службы идет поднимает руки на колени падать дайте похмелиться и упал где-то в колодец утонул а кто отвечать будет это не один мы идем по городу свидетельством по этажам выше я бежу там на площадке женщина стоит бабушка наградись бегать и евангелие дайте подошли она вы не от лапкина города а вы как знаете а я ходила в университет занималась а сейчас а сейчас не хожу почему так он же сказал что в эти храмы надо ходить я храму посылаю ну я верно и спаде сказала что я лапкина знаю священие создал к и спаде не допустит если будешь лапкина встречаться все я бы сейчас куда ходишь никуда не хожу едем в трамвае семерка точно та же история одна же бабушка то есть один в один отвечает я сказал на исповеди что знаю вас священник сразу запретил в другом храме они одинаковые а куда ходишь а сейчас никуда не хожу ни храмы где а почему сатана ответа никакого нет сатана и я тоже таких встречал а я тоже таких встречал и неоднократно у нас будет а сколько людей это речь идет ни о двух ни о трех ходе может быть иначе именно потому что священник запретил поэтому если бы я учил как учат они или учил как старообрядцы ни один бы не ушел никуда старообрядцы никуда ты верить их переходи к нам а мы наоборот к нам приглашать нельзя мы поставили такие правила через которые только вот эти вот могут перелезти а просятся просятся разрешим один раз прийти а второй раз второй раз под условием если ты сейчас у нас был в течение месяца не было и нигде ты не отыскаешь то воскресенье где был а я ходил патриарший храм это нормально а тут я был адвентистов или было у католиков у мусульман нас не касается главное что ты не спал нет нет я воскресенье обязательно где-то хожу у буддистов был все приходи еще на таких правды нигде нету каждый к себе тянет а мы этого не делаем мы хотим чтобы человек чувствовал себя перед богом единицей вот у меня здесь были двое с бородами оба один кажется с краевой администрации а другой центрального района и они правила знали и вот они то ли вместе встречались их нету две недели три недели ну период весенний я подумал они на даче один из них и говорит я не был потому что в этот день просто еще то есть не то что заниматься не пошел мы вас предупреждали так к нам ходить запрещается так а вы почему мы обоим отказали то наши члены уже общины были бы а почему правила два-три воскресных дня презревший канон собор отключаются включите это ни одного храме то не будет за нарушение постов на два года отучается там никого нету храби храм пустой будет потеряю к строится правило первое что человек должен доказать что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует это сказала в крови администрации у нас тут ни одного такого нету статистика врет говорят мужчины там курят все женщины матерятся ты правила поставь а какие правила приближающих бог это еще не вере речь идет мы ему не настаиваем что ты должен быть православным православное поселение у нас запрещено к себе звать я такого не встречал нигде в литературе даже нету у нас нужно подать заявление ему сходит на учебу на работу домой узнает кто действительно ли такой и тогда разрешат приходить а потом надо заявление писать двое у него поручители будет от 3 до 5 лет подготовка да нету нигде этого почему это кому-то я выставил нас канона не нарушаются каноны епископа дона об этом пишет но он не скоро допускать до крещения приходящих от блудной жизни цитирую и ватилыч поэтому о том что вы говорите вопрос такой как бы вы поступили вот в этом отношении сейчас с украинской церкви вот московской патриархии бьются до конца не задали мне вопрос задают это выскажешь вот выскажешь это петр мещеринов об этом говорит на каждом шагу а те и другие мертвые какая разница где вы это нашли это претендующее на власть греки у них крови это есть считай в каком году дали патриархии только здесь они россию жарят а сами мне вот в 20 раз меньше и тогда избрали первого патриарха 20 в году как андрей курев говорит бог дал свободу автономно независимо с каждого человека не община каждого ты сам решить или нужно такая дисциплина ты придешь скажешь я знаю здесь есть не свороет не оболгут тебя и в нуждении бросит это первое ты это видишь но и на тебя надеемся что ты когда нужна будет и ты поможешь где такое благовестие с как у нас вот уже скажут а чего вы хвалитесь написано хвалящийся хвались что знает господа хвалящийся хвались господом это прямое повеление апостол поэт вам надлежало хвалить меня я более вас потрудился перечисляет тару послание коринфянам люди не знают а почему говорят так у него ничего нету и когда вас в эти книги высвечивается что можно сделать в этой обстановке при этих правителях при путине и там при яровой это в наше время в наше время люди которые это знают от мне отзывы дают а вы через тысячи лет может встретить и что вам это скажу по одному листику горит и знаете эти книги будете искать а я никак не думаю я просто знаю что надо люди нуждаются вот сейчас много раздают евангелия это вот здесь у нас есть красные такие наши написано первой странице по благословению патриарху кирилла видишь 4 евангелия ну у нас всем 100 штук дам раздайте прям выйдем только где-то и что да как будто ничего но дело в том что я все годы болелся об этом а ты не молился для тебя это разницы нет я молился полвека чтобы рухнул коммунистический режим его нету для тебя это все равно это горбачок а для меня ответ на молитву и там написано их ему миллионы честно везде раздаются раздают я об этом говорил тосковал это не я участвую не так давно начали то всего года как три мужа всего года как три они выпустили их а до этого то были только сектантские я отвечаю это бог сделал так и когда начинает об этом по благословению патриарху кирилла это очень здорово я просил бога в молитве чтоб солженистый вернулся я делаю пищи 40 лет пищником ну 35 рублей то две пищи за день сделать 70 70 у меня месячный наклад был бабушек денег не беру она возьми возьми я бы бабушка по рублям размеры и там нищем подавали всех проси что берутся домой александр никто не знал за кого молиться я буквально наполнил барнаул молитвами об александре и холл вернулся до всех он вернулся больше ничего не а для меня господи я благодарю что ты принял мою молитву александр вернулся он нужен для перестройки какого человека найти жить не по лжи есть такая брошюрка заряди солженистом жить не по лжи ты знаешь это неправильно отруби сегодня же жизнь не по лжи вот у нас город из китим здесь есть на сибирской области 60 км от новосибирска мы реконструкции города идет город задвигать границы и мы там работаем в вагончике обедаем александр иванович устина тебя он кто будет александр иванович прадед уже вот он меня спрашивает а на работе как знает что верующие в руку конечно я же обоих и говорю а вы там обедаете а вы совершаете крестное знамение я говорю нет а почему я не знаю как мне казалось а ты подумай почему вот больше разговора нету все на завтра садимся за стол тут или сидят тут и перекреститься как скажите свинцовые гири на руку повесили я не перекрестился я тогда решила на без обеда обойдусь дома поем а а потом забыть сатана играют но не будет этого я тогда господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного вслух мужик сидит напротив обеды что тебе бог лишний кусок хлеба даст а этот сидит и говорит то ты не слушай дай ему в морду а тот соскакивает первое то это не в морду бьет до этого их обоих схватили а там пурга на улице вагончик открыли обоих выбросили здесь не получилось по морде съездить а вы там разбирайтесь мужики вот все это было последний раз вот когда читаем два толстого хаджи мурат и он там описывает он герой никого не боится и вот он рассказывает как там охотились они уничтожали царское княжеское семейство одно при нем убийцы пришли ягод выпрыгнул в окно город остался жив убежал я горит так удивился говорят а ты испугался до испугался но это было последний раз когда меня там еще за другие дела взяли и великат мимо в ущелье я прыгнул в ущелье потому что кандалы были на руках и ногах переломал кости все горят на меня пастухи нашли вы выходили он никого не боялся хаджи мурат и больше я никогда не боялся вот как никогда не надо искать объяснения страхом сразу разобрался а в чем дело вам вам что конкретно надо от меня вот власти и власти знали я разговариваю с людьми как владимир русак 7 лет сидел дьякон для беконин там такие герои веры я вам предлагали сотрудничать он говорит до половина срока сразу снималась кто доклад фурова сделал известным министром я громение разу не предлагали а почему я вас когда допрашивали вы что ну думали как отметить агария совсем не думал вот первый допрос я начинаю обращать следователя я вам рассказываю христе что его ждет как эта система рухнет кпсс пойдет под нож а теперь они все первые секретари ко мне поехали к перестройка началась а как вы это знали никак я знал что зло не может быть вещем 72 года плена коммунистического польщины вот я это говорю как вот как есть и вы не боялись и боялся когда-то когда пять лет мне было я спал на полу проснулся и увидел что-то черно под лавкой лавка за прибитых стене вот такое черное большое я закричал отец сразу же ко мне подошел ночью еще кричишь на это так это там черный кто-то отец значит электричества не было он подошел оттуда вытащил ломать чугун большой с картошкой поставила вытащил в чугун с картошкой то теперь вечером отец заряжал ружья а вещик пасет без дроби он меня взял с собой на улицу и говорит волки подходят но они порох не любят и надо выстрелить сережа ободрись муки я нажал на курок и раздался выстрел теперь я понимаю страх мой был расстрелян и больше никогда старая не возвращалась никогда я живу на квартире у захару ли ты гриборевна а у ней сын разбился на стройке второй полез петлю дочь вышла замуж уехала кажется в румынии с офицером а другой там анатолия такая крутая жена и дом пустой и мужа залезали на операции а я живу с сестрой со своей на квартире и сестра моя слышит как кто-то ходит стены стучит она за мной наблюдала сестра у тебя ложусь спать самое больше кажется 45 секунд я уже полностью отруже вот сон богатырский это люди будут потом подмечать и сестра когда уехал я остался один я занимаюсь считаю златоуста конспектирую в это время сзади как холода наплывает на меня сейчас я сделаю так ты сойдешь с ума и бросишься в окно я понимаю кто мысли эти внушает а я что делаю сразу на колени а комнату стараюсь почти не топить там около нуля температура меня жар бросит все ложись спать не выключай свет я сейчас нападу на тебя буду душить эти с ума сойдешь а вот теперь он ошибся уже я снова кричит до воскресенье бог и растощаться в разе его и уснул сарай в огороде за углем теперь они когда свет не включая но только в темноте все раздавлено и навсегда и больше больше не по сегодняшний день а это я не знаю сколько нули 48 50 лет прошло с дьяволом не просто надо бороться поражать его поражать голову я рассказываю не один раз это уже для не знающих это там расстрелял его а здесь задавил в голову поражать я не видел сегодня лена-то не было от сопольской не спрашивал еще но нет ее давно нету она не ходит так же как и третиковый все даже подумали связь какая-то ну скорее всего связь есть некая это разговоры были ты никого не обманешь почему церковь тебя поддержка семья не просто отстояли и ушли вот у нас говорили то приходили все что покровский собор выходили никто никого не знает пока не увидели как люди где-то стоят сторонке отдельно это наши их пригласили они стали ходить и проще ты один раз выговор выговори сам себе сам себя обличи больше этого не бой зачем я на посмешище живу такая короткая жизнь я кого-то должен бояться опасаться им надо пусть они меня боятся они я их я в глашатой истины света страха божия пошли матфея 7 глава 13 14 ходите тесными вратами потому что широки врата и пространен путь ведущий в погибель и многие идут ими потому что тесны врата и узок путь ведущие в жизнь и многие и немногие находят их толкование узкими вратами называют искушение как произволе например пост бдение вольную нищету страничества и другие так и не произвольные каковы узы гонения лишения имения славы детей болезни раны и прочее что иов и нехотя претерпел как человек тучный или с большую волю не может пройти узким местом так и сластолюбивый или богатым а идут широким путем вместе с словами врата и путь показывает и то что как ноши и они воли с большой ноши и так человек тучный или с большую ноши и воли не может пройти узким местом так и сластолюбивый или богатый а а идут широким путем вместе словами врата и путь показывает и то что как теснота временно так и широка скоро приходимо ибо кто терпит обиды тот как бы проходит только сквозь некоторые ворота равно и сластолюбивый предаваясь сластолюбию проходит как бы только некоторый путь но как то и другое временное временно то выбираю лучшее он говорит время мое легка по причине будущих воздаяний вчера у нас большая переписка была с евреем за салимом он много лет среди разных протестантов стихтантов был и ревностный такой там книжки их покупал и аудио и все слушал но натолкнулся на наш видеоканал и вышел на меня там я не знаю книги он выписывал или нет и принял православие там принял крещение полное троекратно погружение на иллионе и вот здесь вчера мы крепко с ним поговорили он считаю выискивает там нравятся такие там старообрядцы я поговорил он сразу отошел они никуда просто за столом рассуждает и какие там наворачиваются события и говорят израиль это самое удобное место для спасения я по библии открываю 38 39 глава языке или не я говорю это самое опасное в мире будет там пекло жар будет до центра земли и вот здесь мы стали разговаривать и он говорит вот вы толкаете нас московскую патриархию а там широкие врата я им не говорю куда вы будете зарубежной церкви но те которые признали акта каноническом общении как мы и поэтому у нас полное евхаристическое общение они видишь как все разрешают с маленьким продательством есть только одна причина второй раз жениться если умрет супруг если при живом выйдет замуж называется прелюбодельцы а сейчас 12 причин патриархия сделала то есть и эти причины не евангелие какие там вот здесь был один развелись агро почему за меня не сходимся до взгляда у нас ни с кем не сходятся разве эта причина причина только смерть смерть хорошо описывает этого избранная ярмарка этой яблотка мира я на мост каменске едва только у за распалися смерть расковала и опять идут и опять ищут чтобы соответствовали садятся в корзинке их взвешиваете вот у кого больше соплей вешают у кого больше соплей и не подходит и вот здесь он говорит патриархия вот вот это широкий пространный путь я груда я это знаю курящие они там находят себя место прелюбодеи на вторую букву женское полщище алфавита все на переполнены но ты работай это работа это я вышел на поле на вину распашите там камни надо убирать расчищайте дорогу господь не сказал ты ко мне по ней дорога будет асфальтом нет убирайте камни расчищайте дорогу ты там работа ты сидишь только руками машешь на языком ты начнешь работать а чтоб тебе это понятно было как приезжай потеряю больше еще не могу сказать нас обвиняют в том что мы бе беспощадных самим себе это день и ночь буквально такую работу делаем там надо людей много а мы вдвоем иногда втроем почему на бога надеюсь и потом когда делаем переделывать не приходится то спинок мы видим это вот это это надо свалить вот это здесь копать теперь со стороны другое что вдруг на друга не упали все и бог дает вот поехали сюда вот их отец нас привез а ему некогда он два раза съездил поехал по своим делам соси а другой раз прямо нас привез и мы все привезли все убрали но единственно что хрена не накопал потому что я привозил два мешка прошел с не разобрали я подумал а не надо вот когда ты это понимаешь и такая радость на душе господи вот говорят сегодняшний день хуже вчера живых это ты говоришь не от ума у меня ни разу жизни этого не было чтобы я сказал я каждый день вечно подбивая итог и на молитве господи какой ты день дал которого вселенной не было он переполнен радостью был собрались друзья я всех увидел и теперь мы поделились от сестра выступила так подробно рассказала о смерти и как она этому радуется вчера этого не было вчера день был хороший на сегодняшний лучший то есть новое и новое благодеяние бог посылает когда мы благодарны ему мы как дети его как отец он любит когда мы благодарим надо иметь общение живое общение с братьями и сестрами мы все научаемся друг от друга вот когда говоришь это и что вы всегда радуетесь если бы я это говорил а то это не я говорю я тебе говорят я прихожу в одно место а то сидит 5 генералов генералов да не просто генералов генерал лейтенант и двое знаешь что это за звание это начальник отдела юстиции проходит краевой мэр города и говорит а мы только сейчас о вас рассуждали не говорит что на день рождения попался бантуй там идет а мы даже рассуждали сказали как то ты знаешь вот так и все согласились более счастливый человек играть никто не встречал из нас и другим встречаю шолоховед называется там пушкиновед бывает лермонтовед а это шолоховед вот стручков александр профессор и он в интернете говорит я с одним человеком познакомился я скажу вам вы познакомьтесь что такое счастье вы узнаете более счастливый ягод не встречал это обо мне речь идет а я выхожу у меня там на брюках на штанах 24 заплаты а вот я сейчас прошу а у него от полотенца там и там одеяло и трусы то тоже заплатами а кто знает это и тут заплатами на трусах 4 заплаты то есть если у меня рубашка которая уже 30 лет я не ни рубля на себя не трачу но если где-то коснется для бога у меня есть что дать а у меня минимальная пенсия это подтвердит мой господь почему я внимательно слушаю кто нуждается сейчас объявили сбор вот они остались четверо без матери матери мать и мирла 42 года нынче похоронили и мы серьезно к потом подошли я сказал объявили фонд он где горит она уехала до бара сидела здесь забрали а через ее это деньги кто присылает благословение отца и акима я в советниках и врач без рады ищ а потом мы носим на обсуждение в общем когда им надо будет вот они трое сидят одного нету здесь вот мы их не покинем никак так вот это виноград отдал вот так помидоры я забыл сказать тару принести обратно ящики и вы отсюда будете все время с ящичком уходить сегодня спросили что не нуждается есть конкретно все уже есть у них масса растительная только там все это давно на этом все и сказал фонд там уже кое-кто прислал 500 рублей там 200 рублей но я сказал цифра должна быть не менее чем семизначная это что то есть не меньше одного миллиона должен быть собрана они четверо учатся самостоятельно будут свадьбе будут жениться чтобы у них было мы должны побеспокоиться отец духа немой да не всегда на ногах стоит еще вот так и поэтому перед богом я это взял на себя меня никто на это не ставил я сказал и все согласились а почему я делаю первый вклад все и вы думаете соберут мне думать не надо я богатому обращаюсь у него есть я у него прошу и мне положено на сердце это делать а был бы один не было общего кого не нужны и по домам разобрали бы и все а кем они это будут а здесь мы наблюдаем и молимся каждый день я их несу на руках молитвой а то не меня в лагере 8 лет были бесплатно это помощь до качимоня научились вам всякое дело делает ваня на заработках был он навел ту шороху я сказал какую тебя стену назначал за один метр или за и даже в этом по-моему за метры заметно за счет метр один 20 рублей до 12 12 12 рублей шкурить жерди но и он никаких старается у людей никто нет еще а я вижу как он старается как умело это делать но нож в руках отец мастер краснодеревщик любую обувь модель на сошью он отца идет в этом вопросе ну и дальше ему пришло время езжать домой я вот перестроим выстроил ваня у меня отработал столько-то сколько ну посчитали сколько тебе сначала нужно было 145 по моему 145 рублей на мне заработала потом сейчас училась а потом мне еще добавили да не просто добавил я ему так теперь 200 потом 300 потом 500 потом то еще вали вот так вот он приехал тут и рот не закрывается смеется почему интересно было посмотри на его глаза крупным планом вот так это как подойти я не знаю здесь их не обидит мы все время будем наблюдать сегодня если вы вести что-то в кубе не надо я влюбившей не надо ну что там надо а компот у вас есть компот есть растительное масло судьи еще у меня есть то это мне да и вот где-то кто-то это я не покупал я бы мог и говорить это я всегда говорю моего ничего не я потеряю по одному мешку я проехал где-то рожки излишне у меня возможно почему я просил для детей сегодня один подходит а мне масло можете дать я не могу это не по назначению будет к и не относишься к детям века а вот который для работает и здесь помогают лагеря тебе мог бы дать понимаешь и мне это не надо объяснять и как я внутренне понимаю что по-другому никак нельзя и мы наблюдаем и сегодня сказали вы будете безбожники не рубля не получите нет а зачем безбожников как он запрещает делать я помогаю христу вашем лице господь горит на поели накормили меня накормили нуждающийся меня я в них должен увидеть христа вот это для этого мы изучаем писание чтобы живыми христианами никогда никого не бойся нигде никогда как хаджи мурат это было последний раз а там говорит когда бились там какими-то горцами я застрелил его я подполз ему снять оружие с него вот глаза открыл а уже не шевелиться ты убил меня а мне хорошо прими газоват священную войну убил а мне это хорошо вот это надо сказать а не то что кто-то на меня скажет на меня столько клеветы столько роликов в интернете я думаю даже на путина меньше тот заряди просто игнать его питуешь какая полоса и при том ни один правда не говорит и вот недавно саша от муха и там да есть один священник меня вот так по лощу где-то а ты посчитай какие отзывы пошли они нарвались на такое а он жил потерять и еретик все ничего нет а он рассужает лучше священника там рассуждения такие он я не православный а он его спрашивает а я с этим этим тихо на еще православным я за ним давно наблюдаю наблюдает поп православный а почему же тогда не такой как знаете игнатий говорит каждый год он ездит сейчас он уехал по мощам по монастырям там везде терапиву знаете никогда не ездит он говорит потому что они разные но разная значит друг против друга нет говорит ему саша этот говорит это говорит два пальца на одной руке а тот под давит свое вы ничего не понимаете выгнать и было рождение свыше встреча со христом рождение от духа святого хрещение духом святым отца аким этого не было он просто верил шел хороший культурный нежный спокойный а этого не было а поп ничего не может понять а я батюшки возьми скажи батюшка вот как рассуждает отец таким засмеялся гордак и правильно рассуждают у тебя верно пришла через сердце через зуба у меня через задницу а как так когда в школе учился на первом классе пришел домой за стол палец не малей сама еще что не молишься а я в бога не верю я коммунистом буду учитель если сказала хорошо быть коммунистом но мать его не кормила до вечера вечером отец пришел в поле она говорит тихо вот каким-то он коммунистом хочет быть и не молится молодой а вот одна рука была у голову зажал коленками ты держать то нечем к перемен то вытащил и пошел его я грастрона сказал бог есть коммунистом не буду моя вера до пришла через какое место понимаешь это смешно но это действительно так они не пережили этого сейчас пишутся вчера там в интернете пишут вы говорите там осипов что-то другое на меня ссылается вот человек ни класса не кончал но отвечает так что ни один из них богослов не ответит потому что они крутят почему они библию не знаю это не я говорю это чужие слова которые люди знакомы здесь а почему я молюсь и что говорил все что говорит пророческом духе короткое время проходится исполняется вы даже не понимаете где вы живете что есть я этого ничего не знаю просто я молюсь сейчас задали вопрос один как ответ я говорю ответить я не могу почему за кем не молился не молился человек лишь заводит там о смене государства ей ну там такой я не молился ну так же видно что нет мне ничего не видно у меня нет таланта я не политик я молюсь к утру был ответ я сказал значит так и сделаю там нет это не ответ который ты ждешь я указал местописание а теперь с этим местом писания напиши поди к священнику духовнику и с ним рассуждайте и молитесь вот опираясь на этот стих понял я низ не сказал я ехать переменять гражданство страны там на итальянский нет она домой думает из италии вернусь и дети выросли неверующие а вышла замуж и нормально было я не знаю вся хмурился она что-то не говорится джизм и рождение и Сущую Богородицу Твоей чая. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим ликом. Благослови наше пребывание здесь. Мы склоняемся, как я, когда Мария у ног Твоих, чтобы познать волю святую. Господи, соделай нас истинными сосудами Духа Святого. И распусти с миром, научи нас помнить нуждающихся в нашей помощи. По сети болящих, парализованного Сергея, Валерия, Александра. И всех западающих нам молиться о них. В разуме патриарха, епископов, священников, пасту и всем даруй духовное рождение свыше. И правители сохрани от покушения на них, дабы мудрые законы издавали. Тебе Божья слава, Тебе хвала, Тебе счастье поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Господи, услыша нашу молитву, прими ее и возъяне рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Любящий наш Отец Небесный, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Боже, всемогущий и дивный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный наш Господь, долготерпеливый и многомилостивый, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них и о всех, находящихся здесь. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Господи, говори, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Все. Спаси Христу. Слава Иисусу Христу.